Детская библиотека номер 9, округа Майская горка, представляет. Почему осенью листопад? Осень. Все живое потихоньку готовится к встрече холодов. Медведи и барсуки, например, запасают к зиме побольше жира. Накапливают жир летучие мыши и комары, а в теле обыкновенных черных муравьев, древесных жуков, гусениц и других насекомых осенью появляется особое морозостойкое вещество. Деревьям тоже приходится выдерживать жесткие морозы. Как они справляются с этим? Деревья же не могут, как белки или куропатки, сбиваться для тепла в кучу, не могут, как глухари, зарываться в снег, чтобы спастись от мороза, но и они заранее по-своему готовятся к зиме. До трескучих морозов еще далеко, а деревья уже начинают постепенно сбрасывать листву. Не сразу, не вдруг освобождаются они от листьев. Идет подготовка к листопаду. В листьях происходят удивительные превращения. Первонаперво листья начинают желтеть. Хотя никто не добавляет в соки желтой краски. Желтая краска находится в листьях всегда. Только летом желтый цвет не заметен. Он забивается более сильным зеленым. Зеленый цвет листьям придает особое вещество – хлорофилл. Он в живом листе постоянно разрушается и вновь образуется. Но происходит это только на свету. Летом солнце светит долго. Хлорофилл разрушается и тут же восстанавливается вновь. Разрушается и опять восстанавливается. Образование хлорофилла не отстает от его разрушения. Лист все время остается зеленым. Но наступает осень, удлиняются ночи. Света растения получают гораздо меньше. Хлорофилл днем разрушается, но не успевает восстановиться за день. Зеленый цвет в листве убывает. И заметным становится желтый. Лис желтеет. Но осенью листья становятся не только желтыми, а и красными, багряными, фиолетовыми. Это зависит от того, какое красящее вещество находится в вянущем листе. Вообще осенний лес богат своими красками. Яркость остенних листьев зависит от того, какая стоит погода. Если осень затяжная, дождливая, окраска листвы от избытка воды и недостатка света будет тусклой, невыразительной. Если же холодные ночи чередуются с ясными солнечными днями, то и краски будут под стать погоде сочными и яркими. А вот с ольхи или сирени листва упадет зеленый, независимо от погоды. В их листьях, кроме хлорофила, других красящих веществ нет. Как же наступает листопад? Ведь дереву никто не говорит, когда надо сбрасывать листву. У дерева, как и у всего живого, есть свои внутренние часы. Эти живые часы чутко ощущают смену дня и ночи. Укоротившиеся осенние дни как бы поворачивают в растении невидимый переключатель. Зеленый цвет заменяется желтым. Из листьев в ствол начинают оттягиваться питательные вещества. В черешках листьев тоже происходят изменения. Летом черешки листьев плотно прикреплены к веткам. Попробуйте сорвать зеленый лист, например, у березы. Его легче разорвать, чем отделить от ветки без каких-либо повреждений. А осенью, чем сильнее пожелтел или покраснел лист, тем легче он обрывается. И наступает момент, когда стоит только дотронуться до листка, как он тут же падает с ветки вместе с черешком. Еще вчера листья не смогли сорвать даже сильный ветер, а теперь они падают сами. Что же произошло? Оказывается, осенью в основаниях черешка, в том месте, где он прикрепляется к ветке, появился так называемый пробковый слой. Он, как перегородка, отделил черешок от ветки. Теперь только несколько тонких волоконцев соединяют черешок листа с веткой. Даже легкое дуновение ветра обрывает эти волоконца, и листья падают. Хвойные деревья и ель, и сосна тоже заменяют свои иглы, только происходит это постепенно, в течение всего года. А зачем же вообще деревья сбрасывают листья? Хотя наши лиственные деревья живут десятки, нередко и сотни лет, листья у них работают всего один сезон, и за это время все равно листок быстро изнашивается, ведь работа у листа очень напряженная. В зеленом листе вся нижняя поверхность, покрытая прозрачной кожицей, усеяна мелкими отверстиями, устицами. Под влиянием окружающей температуры и влажности воздуха они то открываются, то закрываются, как форточки в домах. Вода, которую всасывает из почвы корень, поднимается по стволу дерева, к веткам и листьям. Когда форточки устица открыты, из листьев испаряется влага, и новые порции воды подтягиваются через ствол в крону. Сорванный из дерева зеленый листик быстро засыхает, а на дереве листья сочные, свежие. Клетки живого листа всегда наполнены водой. Деревьям нужно очень много воды. Зимой столько влаги из почвы не получишь. Зима для деревьев не только холодная, но и главное сухое время года. Теряя листья, деревья защищаются от зимней засухи. Нет у дерева листьев, нет и такого обильного испарения воды. Кроме всего прочего, нужен листопад деревьям и в лечебных целях. Вместе с водой дерево втягивает из почвы различные минеральные соли, но использует их не полностью. Излишки соли накапливаются в листьях, как зола в топках печей. Если бы листья не опадали, дерево могло бы само себя отравить. В городах воздух сильно загрязняют дымящие трубы фабрик и заводов. Мельчайшие частички сажи оседают на листьях и забивают их устица. Испарение замедляется, поэтому в городах некоторым деревьям приходится менять листву дважды за год. А также известны случаи, когда, например, тополи сменил свою листву пять раз за год. Есть еще одна причина для листопада защитить тонкие, хрупкие ветки дерева от чажести выпавшего снега. Это значит, что листопад приспосабливает деревья к зиме. Листья все облетели, дереву теперь не страшны зимние морозы и снежные пуря. Листик-листик, листопад, кто же в этом виноват? Может, ветер озорной поиграть решил с листвой? Лучик солнца отразился в чистом отблеске воды. Листья синий закружился над просторами земли. Золотистым листопадом рассыпаясь в высоте, опустился на ладошку листик желтенький ко мне. Листик-листик, листопад, кто же в этом виноват? Может, ветер озорной поиграть решил с листвой? Листик-листик, листопад, листья желтые летят, кружат танцы надо мной, увлекая за собой. Капли дожденька искрятся и светкают на воде. Листик-листик, листопад, как корабль в парке. Загадаю три желанья, тихо ветру прошепчу. Листик-желтый словно птицу из ладошки отпущу. Листик-листик, листопад, кто же в этом виноват? Может, ветер озорной поиграть решил с листвой? Листик-листик, листопад, листья желтые летят, кружат танцы надо мной, увлекая за собой. Листик-листопад, 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 кто же в этом виноват? Может ветер озорной поиграть решил с листвой Листик, листик, листопад, листья жёлтые летят Кружат танцы надо мной, увлекая за собой Листик, листик, листопад, кто же в этом виноват Может ветер озорной поиграть решил с листвой Листик, листик, листопад, листья жёлтые летят Кружат танцы надо мной, увлекая за собой Листик, листопад, листик, листопад 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 Листик, листопад Листик, листопад, листик, листопад Листик, листопад, листик, листопад Продолжение следует...